Ирина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы часто слышим, что многие вопросы решаются на принципах социального партнерства. Что включает в себя это понятие? Прежде всего, система социального партнерства – это система взаимодействия между работниками, работодателями и органами власти. И взаимодействие направлено на согласование интересов всех этих трех сторон. У нас социальное партнерство развито на всех уровнях. Я имею в виду, оно развито на региональном уровне, на территориальном уровне и на отраслевом уровне. Договоренность между тремя сторонами социального партнерства, она закрепляется в соглашениях. У нас 54 таких соглашения. Насколько эффективна выстроена система социального партнерства в Тюменской области? Дайте оценку, пожалуйста. Я думаю, достаточно эффективно, потому что у нас охват коллективными договорами крупных средних предприятий составляет 70%. И надо сказать, что ни один вопрос социально-трудовой сферы не проходит мимо трехсторонней комиссии. Вот вы затронули тему коллективных договоров. Факт, что многие работодатели их не оформляют, не заключают их с сотрудниками. Почему? Ведь для них же это дополнительные льготы и гарантии. Даже законодатель в настоящее время поддерживает тех работодателей, которые заключают коллективный договор. То есть по налоговому кодексу есть определенный перечень расходов на оплату труда, еще на какие-то мероприятия по социальной поддержке работников, которые можно отнести на себестоимость. Это уменьшается налогооблагаемая база. В первую очередь коллективные договоры – это поддержка работников. Какие самые идеальные условия бывают, предлагают работодатели своим сотрудникам? Есть предприятия, которые, допустим, для своих женщин устраивают дополнительный свободный день, чтобы они могли заняться семьей, воспитанием детей. Есть только сочетание рождения ребенка. В некоторых полдоговорах у нас предусмотрены и материальные выплаты в связи с тем, что ребенок пошел в садик. Если мы говорим о какой-то трудной жизненной ситуации, тогда требуется высококвалифицированная медицинская помощь, дорогостоящая помощь. У нас есть примеры, когда работодатель оплачивает лечение, материальная поддержка при приобретении сотрудникам жилья, либо беспроцентные суды, либо какие-то еще компенсации. Ну, понятно, что это работник, в котором заинтересована организация, высококвалифицированный работник. Правильно понимаешь, что это забота предприятия о своем коллективе? Работники, работая в такой организации, понимают, что они, в общем-то, защищены не только трудовым кодексом, но и какими-то дополнительными еще гарантиями, которые предусматривает работодатель.